Вчера я побывал на собственных похоронах. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Итак, рассказываю подробности. Ну, вы знаете, что в мире свирепствует коронавирус. Мы постоянно видим сообщения о том, что люди мрут как мухи. Что люди умирают, и сейчас все сидят по домам, и никуда не высовываются. Карантин. И все сидят при этом в интернете. И не исключение и я, естественно. И вчера я смотрю на свой чат, который я веду для участников курса по опционам. И там, вот давайте посмотрим прямо сейчас, что я буду говорить. Ну вот смотрите, тут обсуждаем сначала Саудовскую Аравию и ОПЕК. Значит, потом я прислал вот свою стратегию, которая текущая, вот без убыток позиций и так далее. Ну, то есть я это делаю регулярно, я посылаю в чат. Вот. Потом совещание намечалось на G20. Есть вопрос, кто поддерживает ли открытие скользящий стоп-приказ. Я тут рассказал, значит, что это такое. И вот понеслось. Ну, просто я тут рассказал что-то и говорю, что у большинства брокеров техподдержка не знает. Ну, вот не всегда. Так, например, брокер ВТБ не дает ставить стоп-заявки на СПБ, а открытие дает. То есть данная функция зависит от брокера. То есть, ну, пошло какое-то вот обсуждение, да? И, значит, дальше пишет. Кстати, как я понял, сейчас нет смысла звонить брокеру, так как они все перешли на сообщение на почту. Это, да, действительно так. Сейчас все сидят на удаленке. Вот. Ну, я говорю, что да, смысла большого нет. И пошло. Вот, значит, пишет человек. Всем салют, я с опозданием, но пришел. Учусь по записям. Да, привет, тоже в записи. Смотрю, как есть время. Я тоже по записи. На живых, ну, я пишу, что не больше 12 человек. Вот. И Стас пишет. Я вот жалею, что не попал на живые уроки. Жаль, что в записи чат не видно. Ну, хорошо. Говорю, что немного потерял, потому что на живых все равно из 100 человек присутствовало не больше там 10. И вот пишу, значит, Дмитрий Кулинич. Я надеюсь, что он меня простит. Вот. Вообще, я теорию по опционам учил по вебинарам Павла Пахомова. Дорого. Но практики у меня маловато. А здесь недорого. Есть возможность проследить в динамике опционные сделки Юрия. Да еще и с комментариями. Это же ценно для моего опыта. Кто еще в онлайне показывает движение своих опционных позиций? Я в опционах заработал неплохо только при покупке Стрэдла. Продавать опасался. Но перед падением нефти я в январе продал Стрэдл. И был в поездке, как все улетело далеко так, что пришлось закрывать позицию Дельта Хеджем, откупиться. Уже было нереально, убыток немалый. А тут курс Юрия вовремя подоспел. Пока его по косточкам не разберу, в продаже больше не полезу. Восток дело тонкое, Петруха. А опционы еще и деликатные. И пишет нам, Юрий, предлагаю вам сделать выпуск на тему хейтеров. Кто они такие, почему кошмарят всех и так далее. Дальше продолжение. Стас пишет. Тоже Пахомова думал брать, но в Ютубе есть его вебинары. Мне не очень понравилось, как он рассказывает. Хотя опыт у него колоссальный. Да и дороговато, конечно. Он дает теорию, а Юрий еще и практику показывает. Ну, до практики пока не дошел. Смотрю в записи. То, что он делится своими сделками, зачет однозначно. На Ютуб только вершки бесплатно. Основной асберг скрыт в глубине за недешево. Зато теорию Юрия легко понимаю. Ну, так-то при желании теории полно в сети бесплатной. Практики мало. Ну, тут про хейтеров я отвечаю, что я их люблю на самом деле. Это несчастные люди. Я не хочу про них видео снимать. Вот. Дальше ответ. Теории полно, но этот хаос еще нужно перебирать и упорядочить. И не факт, что чего-то не пропустишь мимо. А нюансы здесь имеют значение. Мы в опционы вникаем не поиграться. Дело серьезное и требует качественный подход. И мелочиться тут себе дороже. Да, это ясно. Дело серьезное. Ну, я говорю, что Пахомов – это корифей и монстр. Он у истоков стоял, знает все рассказать. А вот рассказать могут немногие. Пахомов, кстати, ну, лучше всех, мне кажется, рассказывает после меня. Не обращайте внимания на этих людей, что несут негатив. Ваше сильное оружие для них – это безразличие. Ну, на Пахомова мне отвечают. Вы знакомы с ним лично? Вот здорово. Ну, да, я действительно встречался с Павлом Пахомовым на семинаре, в открытии, и лично подходил, задавал вопросы. Классный мужик, короче говоря. Очень-очень интересный, очень хорошо рассказывает. Я у него спрашивал, какими источниками пользоваться. Он с удовольствием отвечает всем. Молодец, вот прямо респект. Вот. Ну, спрашивают, когда я начал заниматься. И вот, опционы глазами математика – это просто бомба! Ну, вот, кому-то понравились опционы глазами математики. Это было в курсе по опционам. Я сказал, что, вот, ребята, вот, может быть, не всем понятно, но вот с точки зрения математики очень здорово помогает тем, кто знает хотя бы азы какой-то, вот, ну, математика, там, на уровне первого курса, какого-то технического вуза. Вот. Ну, я пишу, что сейчас зреет еще идея одного видео, надеюсь, будет, с точки зрения теории вероятности. Ну, это немножечко посложнее. Цель – постараться объяснить доходчиво то, что сам до конца не понял. Если получится сформулировать, будет очень круто. Будет логическое продолжение. Смысл такой – стратегии не должны быть симметричными, за исключением крайне редких случаев. Вот такой смысл. Вот. И пишут. Такое впечатление, что для опционов необходим определенный склад ума. Ощущение, что это далось вам легко. Что, Пахомов, что вы, думаю, у вас есть генгения. Получается, мы свидетели того, как вершится история опционного роста Юрия. Старт с начала этого года. Ну, я говорю, да, примерно так. Цель – постараться объяснить доходчиво то, что сам до конца не понял. Вообще там. Если человек зарабатывает на рынке, то он трейдер. А если нет, то просто торгаш. А гениальность тут ни при чем. Я так считаю. Я не о том. Торгаш – трейдер. О том, как человеку легко дается материал. Понимание сути происходящего. Не все же математики. Ну, я говорю, что у меня еще была идея с мультиком. Пока вот безуспешно. Я вчера пытался снять мультик на тему, как меняется моя стратегия. Пока не получилось. Вот. Как говорится, гений – это 1% таланта и 99% труда. Так вот это точно про юрия. Большинство людей довольно ленивы. Купить активы и продать его дороже просто. Продать, а потом откупиться дешевле – ну, это уже сложнее. А торговать фьючерсами с эффектом восьмого плеча еще умудрее. А опционные стратегии – вообще китайская грамота. Но тот, кто может управлять самолетом, движется выше и быстрее того, кто едет на велосипеде. Ну, вот лучше не скажешь. Вот вообще, спасибо огромное, Дмитрий. У нас у всех есть потенциал. Все от нас самих зависит. Да, конечно, это всем ясно. Не всем осознанно только. Дмитрий пишет. Я не математик. Учился на химико-технолога. И в шахматы в прошлом неплохо играл. Теперь хочется выиграть у рынка. Так и здесь не дурдом. Хотя моя мама считает именно так. Юрий, как интересно вы живете. А давайте напишем сценарий на тему трейдинга с элементами юмора. И снимем кино. А может быть и сериал в русскоязычном мире. Эта тема еще совсем не раскрыта. Ну, я говорю, что будет не для нас. Ну, и так далее. Значит, дальше вот уже про тема обсуждается с фильмом. Ну, и последний вот. Дайте совет, с чего начать по работе с опционами. Я пишу. С небольшой суммы и только после того, как изучите материал. Ну, действительно, потому что... Я пишу, что еще будет дополнение к курсу. Ну, вот, отвечает. Спасибо, но у всех небольшие суммы разные. Я из курса понял, что 50 тысяч рублей. А что, нельзя начать с одного опциона? Вот это вот главная ошибка, кстати. Ни в коем случае. Инструмент серьезный и опасный. Я тупо начну с покупки головокол, даже если выучу все стратегии. Вот очень неправильно. Я поэтому отвечаю тут ниже. Вот. Я ему отвечаю. Голый кол – это очень дорого. На центральном страйке он будет стоить... Еще раз могу прочитать. Я советую начать с покупки кол-спреда на 3-5 страйков выше центрального. Обойдется примерно в 100 рублей. 100 рублей. Но для его покупки надо, чтобы на счете было примерно 5 тысяч. Потом лишние деньги можно вывести. И дальше дополняю. 100 рублей – это максимальный убыток. Если кто не понял. 100 рублей – максимальный убыток, который можно получить. При вот этом. То есть, если вы покупаете кол-спред на 3-5 страйка дальше, чем центральный, то ваш максимальный убыток – 100 рублей приблизительно. Может быть 200. Все. Больше не потеряете. Гарантированно. Но при этом максимальная прибыль – 10 долларов. Тоже максимальная. Больше не получите. Ни за что. Это максимальная прибыль – 10 долларов. Вкладываете 100 или 200 рублей, как получится. Получаете максимальную прибыль – 10 долларов. Я понятно выражаюсь? Максимальный убыток – 100 или 200 рублей. Все. Вы его имеете сразу. То есть, вы его точно знаете. Свой максимальный убыток. Вот при этой стратегии просто кол-спред. Вот и отлично, говорит. Начинать надо по минимуму. Тогда советую купить… Вот я ему говорю прямо вот конкретно, вот прямо в текущей ситуации, прямо сейчас. Тогда советую купить кол-спред на 34-35 страйке на майский фьючер, экспирация 27 апреля. Все, так сказать. Ну, предельно ясно. И дальше говорю, что надо сделать. Сначала продай кол-35. Смотри, посмотри. Ну, и вот те, кто уже прошел, говорят, начните с кол-спреда. Примерно то же, что и чистый кол, но дешевле и убыток намного меньше. Вот. Ну, это те, кто прошел уже. Ой, я пока ничего не понимаю. Это так. В будущем я еще не досмотрел уроки. Советы мне точно понадобятся, но после освоения материала. Вот почему я говорю, что на собственных похоронах. Ну, мне было даже неудобно, потому что все меня хвалили. Вы знаете, что на похоронах о покойнике принято говорить либо ничего, либо хорошее. Ну, вот у меня сложилось такое впечатление, что обо мне говорят как о покойнике, потому что либо ничего, либо хорошее. То есть, ну, в целом, понимаете, что у людей достаточно хорошие отзывы о моем курсе по опционам. Как попасть вот в этот чат? Ну, в этот чат приглашаются все, кто купил курс по опционам, потому что он предназначен как раз для того, чтобы помогать людям, которые начали. Вот вы видите, я конкретно этим занимаюсь. Этот чат, он бессрочный, участие в нем бессрочное, и мы постоянно обсуждаем. Кто-то спрашивает, я выхожу на связь. Последнее время у меня это занимает очень много времени, потому что приходится разбираться. Это достаточно сложно, так сказать, в том, что нагородили люди. И вот иногда бывает по часу, по два просто вот, ну, консультации такие, потому что когда человек вот мне что-то спрашивает, я отвечаю, он говорит, ну, вот у меня какие-то там убытки там большие и так далее. И вот здесь, когда у человека убытки, конечно же, я стремлюсь, ну, помочь вот конкретно каждому отдельно. То есть я вызываю его на видео встречу в программу Zoom, смотрим на его результаты, или он скидывает мне свой, значит, отчет, и я пытаюсь разобраться. Это достаточно сложно и тяжело, потому что опционы и сами по себе тяжелый инструмент такой. Вот я пытаюсь понять, что же человек сделал неправильно, и как-то исправить. И, ну, есть какое-то недопонимание, например, да, потому что вот самое первое занятие, которое там идет в курсе по опционам, это про ГО и про вариационную маржу. И даже вот люди, которые занимаются опционами буквально уже почти год, например, да, они вот вчера, например, мы с Олегом обсуждали, он говорит, да нет, ГО, вернее, это самое, ни при чем премия, значит, там только вариационную маржу надо смотреть. Я говорю, да нет же, премия при чем? Да как при чем? Она же ни на что не влияет. А вот, оказывается, влияет на самом деле, надо смотреть и туда, и туда, и туда, то есть, все это достаточно сложно, и, ну, конечно же, моя цель, чтобы каждый, кто приобрел курс, понял, о чем идет речь. Ну, если он хочет разобраться до конца, и приходится прикладывать, конечно, для этого огромные усилия, потому что вопрос достаточно сложный. И что я еще могу сказать? Ну, если вы хотите подключиться, пожалуйста, дело в том, что осталось совсем немного времени, вот тут говорят, там, у Павла Пахомова, там, да, дорого, значит, там еще где-то дорого. Вот, пока еще не так дорого. Сейчас для тех, кто не прошел курс биржи для чайников стоит 8 тысяч, с 15 апреля я планирую поднять эту сумму до 15 тысяч, чтобы не говорили, что это недорого. Это очень-очень даже, ну, как бы нормальная цена, я считаю, больше я планирую, не планирую повышать больше 15 тысяч, но с 15 апреля это будет стоить 15 тысяч рублей для тех, кто не прошел курс биржи для чайников. Для тех, кто прошел курс биржи для чайников, это будет стоить, ну, 50% скидка. То есть сейчас 4 тысячи, с 15 будет 7 с половиной тысяч. Таким образом, ну, в принципе, я считаю, что это разумно, потому что есть люди, которые не покупали курс биржи для чайников, сразу хотят, покупают курс по опционам. И недавно вот звонила женщина из Нефтьюганска, и я ей пытался объяснить. Она говорит, слушай, а я не могу просто вот квик подключить. И я ей помогал подключить квик, потому что предыдущий автор, который вот, у которого научилась трейдингу, они что сделали? Они просто зашли к ней через Steam Viewer на компьютер и просто установили быстренько квик. Она ничего не поняла, и мне пришлось, опять же, заново устанавливать, ну, это помогать ей. Это заняло где-то больше часа времени. Я сказал, что, слушай, ну, дальше тут настройки и так далее, и так далее. Во всем этом надо разобраться. Поэтому, поэтому для тех, кто прошел курс биржи для чайников, у меня скидка 50%, чтобы, ну, это просто экономия моего времени, правда. Вот, и если вы не хотите курс биржи для чайников, то, пожалуйста, 15 тысяч. Если с курсом биржи для чайников, то все равно 15 тысяч, понимаете? Поэтому, если вы не проходили курс биржи для чайников, для вас это будет стоить 15 тысяч вместе с курсом биржи для чайников, грубо говоря. Вот так. Ну, а если проходили, то всего 7,5 тысяч, как бы, доплатить. Это будет с 15 апреля. Сейчас, я повторяю, скидка. Так что делайте выводы, господа. Ссылочку, как всегда, вы можете увидеть, demetkov.ur.com в описании к данному видео. Либо вон там, значочек, и приходите, подключайтесь. Чат закрытый только для тех, кто оплатил за курс. Возможно, я сделаю какое-то платное участие в будущем, но не сейчас. На сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк. И не храните меня раньше времени. До встречи. С вами был Девятков Юрий. Я еще поживу. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok